Были просчитаны различные варианты режимов работы зимний, летний, один, два компрессора и посчитана срок окупаемости вот этих 25600 евро. Срок окупаемости в зависимости от работы компрессорного цеха режима в эксплуатации 121,410. Сегодня эта установка уже проработала два года после пуска в эксплуатацию в холодильную систему. То есть реально уже бы все купили. Можно было брать какие-то кредиты, если не было своих денег. Реально, 400 дней прошло, самый худший срок окупаемости, 400 дней прошло в прошлом лет. Никакого вперед движения, просто когда видят 25 тысяч евро, а сегодня нечем людям заплатить зарплату, все намерения реализации, наверное, ресурсосберегающих проектов куда-то уходят. Я выступаю за то, чтобы были инновационные технологии. Инновационные технологии во всех направлениях. Инновационные ресурсосбережения, просто холодоснабжение. Это максимально эффективное технологическое решение. Раз, заказчик получит всегда комплект нормальной рабочей документации в соответствии с требованием законодательства, мирового сообщества и тому подобные вещи. Значительно меньше вероятность всех ошибок. Самое грустное на то, что все руководители никогда не признают свои ошибки. Никто никогда не заявил, что я сделал ошибку, и это моя проблема. И у нас практически все плохо, но ответственных за то, что плохо, вообще никогда нет. Проектирование – это качественное проведение тендеров. И как минимум это оптимизация инвестиций. Заказчик всегда может получить запланированный уровень технического и технологического совершенства. Вы получите комплексное решение и по холодоснабжению, и по использованию творческих энергетических ресурсов, и по внедрению энергоресурсов в перегнающих проектов. И плюс нормальное сопровождение, инженеринговое сопровождение по информационному обеспечению ваших технических приоружений, реконструкции и тому подобные вещи. Чаще всего вы общаетесь с продавцами холодильного оборудования. Что мешает производителю холодильного оборудования получить качественную холодильную систему? Ну, здесь много моментов просто такого воспитательного. Отсутствие технологического раздела. Продавец никогда не делает технологических разделов и не задает себе вопрос, что такое технология, какая она должна быть. Всегда продавец холодильного и производитель холодильного оборудования решает коммерческие интересы фирмы своей. И они имеют приоритет. Он пришел на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Корпоративные связи фирмы. Он приближает своих партнеров. Необходимо выполнять план продаж. Плюс какие-то рыночные условия экономики накладывают эти все проблемы. Но все это не позволяет продавцам холодильного оборудования без независимой инженерии реализовать хорошие энергоресурсоверегающие проекты. Что отличает в принципе любого инженера производства от успешного продавца? То, что человек на производстве, начальник техотдела, главный инженер, сторонний инженер, они хотят оптимально решить технологическую задачу. Успешный продавец прекрасно знает все недостатки своего оборудования, но их успешно скрывает для того, чтобы продвинуть свое оборудование для продукции. Я прошу вас всех задуматься над этими тезисами и в принципе сделать поправку на то, как будут в дальнейшем реализоваться проекты на ваших предприятиях. Помните, что ошибки при создании холодильной системы обычно сопутствуют в холодильную систему весь жизненный цикл. В нашей стране жизненный цикл промышленных холодильных систем примерно 50 лет. И правильно принятое решение, вы 50 лет их эксплуатируете. Может быть когда-то у вас будет время для того, чтобы остановиться, сделать какое-то перевооружение, но фактически это очень маловероятно. И склонен к тому, чтобы вас всех призывать, чтобы вы обращались к специализированным организациям, независимо от каких они будут, которые помогли бы вам решать технологические задачи, в том числе к холоду, снабжению. Немножко отвлекусь, потому что услышал нетрадиционную энергетику, с участием у меня тут есть несколько слайдов. Сейчас проектируем большой холодильник площади 72 на 72, и я инвестору пытаюсь навязать мысль, что крыша холодильника 72 на 72, а это почти стадион, даже больше стадион. И на этой крыше через 5-10 лет он успешно может поставить солнечную электростанцию для того, чтобы обеспечить свое предприятие нетрадиционным источником энергии. Просто сегодня уже нужно дать задачу строителям, чтобы они взяли нагрузку вот этой солнечной электроэнерии на колонны, на балки, на перекрытия. И это не в поле где-нибудь, где полно земли, это в черте города, где каждый квадрат, каждая сотка земли стоит там 10 тысяч долларов. И никто это не берет. Я говорю, ну вы сейчас потратите каких-то там, не знаю, 20 тысяч долларов дополнительно инвестиций в каркас холодильника, но у вас будет 72 на 72 квадратных метров, ну площадь 72 на 72, где вы можете реализовать проекты нетрадиционной энергетики. И четко нужно понимать, аманова дышевизна традиционной энергетики. Что мы имеем в виду? Посмотрите, какие сумасшедшие деньги инвестировало мировое сообщество в развитие традиционной энергетики. Вот 74-й, 92-й, вот думайте, 168 миллиардов долларов в развитии ядерной энергетики. С 90-го по 2004-й вот еще 20%. Практически каждую минуту мировое сообщество тратит 10 миллионов долларов в поддержку традиционной энергетики, которая имеет право сегодня только умереть. То есть это ядерная энергетика, это оголь, это газ, это мазут, это тому подобные вещи. То есть все четко сегодня понимают, никто не скрывает, что каменный век закончился, так и закончится век нефтяной и газовой энергетики. И с этим нужно смириться. И все решения, которые мировое сообщество принимает, в том числе и на последней конвекции, сторон рамочной конвекции ООН об изменении климата, стоятся к тому, что вся традиционная энергетика будет сворачиваться. Мы будем стремиться сохранить повышение температуры не выше полутора градусов. Все четко понимают, что 80% энергопотребления за счет ископаемых угля, нефти и газа определяет сумасшедшее стихийное бедствие. Это пролистывая. И смотрите, как реагируют другие страны мира. Вы сегодня пытаетесь строить котельные на жидком топливе, и думаете, где купить котельное топливо, и ставите твердые топливные коплы, в то время, как китайцы заявляют, что в 2013 году, это через 14 лет, в Китае будет 53% возобновляемых источников энергии. В 50-м году, это при реально, при все здесь сидящие в зале, доживут до 50-го года, 86% нетрадиционной энергетики. Ни на одном из ваших предприятий, кроме калькуляторов, нетрадиционной энергетики пока нет. Хотя тепловые насосы тоже несли сегодня к нетрадиционным энергетическим ресурсам, но сегодня нужно задавать себе вопрос, как мы завтра будем решать энергетические задачи нашего предприятия. Несколько интересных фактов. Германия, лидер, 25 июля 2015 года рекорд, это лето, правда, 78% суточного потребления электронерии было покрыто за счет ветра, биомассы, гидроанархистики. 78%. Предыдущий рекорд был в 2014 году, 74%. Напоминаю, некоторые на ваше предприятие думают, как вместо газа будет течной и жидкая вода. Что мы имеем на рынке сегодня Украины? Идельные выбросы парникового газа. Нам сегодня государственные служащие сказали, что экологию впереди. Выбросы парникового газа в это уголь, нефтегаз. То есть все будет тихонечко вычеркиваться. Вот что должно появиться вместо традиционной энергетики. Напоминаю, что один киловатт аналитической мощности стоит тысячу долларов. Если мы начнем закрывать наши теплоэлектроцентрали, потому что они работают на угле и некоторые на газе, то вы будете ходить с принятой рукой и просить, где взять электроэнергию. А вам говорят, будут говорить, что мы же теперь уже в ЕС, наверное, да, и надо выполнять экологическое законодательство. Не будет у нас электроэнергией, которая будет производиться с помощью угля. Да, все знают, что последние шахты в Англии уже закрыли, да. Запланированы изменения генерирующих мощностей. То есть в 2015 году генерирующие мощности – это электростанции. То есть вот выводятся из эксплуатации электростанции, которые работают на мазуте и которые работают на угле. Чистый прирост генерирующих мощностей. Атом убирается, уголь убирается, нефть убирается. Конечно, еще остается газ, потому что газовая система очень имеет хорошую разветвленную сеть и отказаться от нее пока никто не может. Да и газ в ближайшее время будет в цене падать, вы, наверное, на рынке чувствуете. Можно закончить этими словами. Если есть вопросы, я готов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!